Вот как обманывает народ Пугачёвой не удалось сохранить свою тайну. Певица перещеголяла даже бывшего мужа. Взглянув на Аллу Пугачёву, не всегда можно определить её истинный возраст, всё благодаря одной хитрой уловке Примадонны. Её обман публично раскрыл влиятельный мужчина. Пока слушатели гадают, как же артистке удается выглядеть настолько замечательно, стилист Джордж Ровелс давно об этом осведомлён. В отличие от Филиппа Киркорова, Андрея Малахова и некоторых других звёзд, Алла Борисовна старается не экономить на своём образе. Она носит парики, сделанные исключительно из натуральных волос. Люба дорого смотреть в свои 70 с лишним, она смотрится на 20 лет моложе. Малахов, Киркоров, они используют накладки силиконовые, я их называю китайскими мочалками, никто из них не покупает дорогие, объяснил он. В иностранных СМИ ранее появилась информация о том, что российская певица Алла Пугачёва распродала своё имущество в России, оборвала все связи со страной. Однако найти первоисточник интервью, в котором певица сказала подобное, не удалось. Издание «Для российских эмигрантов» в Берлине опубликовало якобы интервью с Пугачёвой, где она резко высказалась о России. Однако информация из интервью о том, что у звезды не осталось имущества в России, не нашла подтверждения. Журналисты решили провести расследование и выяснили, что Алла Борисовна по-прежнему владеет квартирой площадью 304 квадратных метра в Москве. Также у неё есть два земельных участка. Замок в деревне Грязь и пятикомнатная квартира на Тверской принадлежат членам семьи Примадонны. Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачёва осталась без российской пенсии. Израильское гражданство народная артистка Советского Союза Алла Пугачёва получила в Иерусалиме 22 мая. Именно такая дата значится в её синем израильском паспорте Дарконе. Она не еврейка по крови, но право на Алию получение гражданства Израиля получила по фактура отства со своим супругом, мать которого Наталья Григорьевна – чистокровная еврейка. На земле обетованная звездная семья провела уже год, и почти весь этот год певица не могла снять ни рубля со своей российской банковской карточки. Дело всё в том, что пенсию певица получает на карту Российского государственного банка, который в Израиле не работает. Сумма уже накапала приличная. В России Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учётом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС. За год таким образом она получила на карточку около 660 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok